И он такой, в этом волосе Фокус группа, кстати, можно было бы его накрыть, потом снимаем и говорим Наш главный фокус Ах, вот ты какой, северный олень Кстати, было бы здорово фокус показать, но фокус группа И сегодня у нас гостя, оп, и фокус И стиль, что наша жизнь играла, знаешь Всем привет, это телеканал О2 И с вами в эфире программа Фокус группа Здравствуйте, ребята, здравствуй, Хоббит, здравствуй, Катя Всем еще раз привет Ну что, программа Фокус группа, я представлю вас, пожалуй Конечно, давно пораду я представлю Да, программа Фокус группа, и в ней участвуют ведущие разного направления Итак, это Хоббит, популярный видеоблогер, а также человек, который должен в ней, как минимум, 10 тысяч рублей Об этом мы с ним поговорим попозже И это Катя, она, по ее словам, занимается бизнесом, но пока мы еще не выяснили, каким Она хранится в тайне и в секрете Да, привет, Катя, привет, Хоббит У нас программа Фокус группа называется Почему? Не потому, что мы показываем фокусы, правильно? И не потому, что мы группа, которая играет музыку музыкальную, правильно? Не знаю Хорошо, я продолжу Это Фокус группа, потому что мы здесь собрались поговорить о рекламе Мы не так много знаем о рекламе, но кто-то что-то знает Катя, ты что-нибудь знаешь? Ну, знаешь, вот я знаю просто как человек, который смотрит рекламу Да, не более того, мы не профессионалы Я знаю, что я на рекламу не ведусь Да, Хоббит на рекламу не ведется, Катя видела рекламу по телевизору Я тоже как-то более-менее связан с рекламой, потому что я телеведущий Но все наши знания о рекламе ничто по сравнению с тем, что знает о рекламе наш сегодняшний гость И я представлю его прямо сейчас Гигант российского рекламостроения Поведите креатива Игоря Лоттс Здравствуйте, Игорь, аплодисменты Честно говоря, позвольте, я пожму вашу руку Не только из уважения, а из-за того, что хочется все-таки потрогать Игоря Настоящий он или нет Живой Живой Игорь Лоттс здесь в нашей программе Живее всех живых, я бы сказал Мы рады вас видеть Спасибо Мы знаем о вас многое Но больше всех вас, Игорь, знает хобби Потому что он Его луксанул Я луксанул Я учил Уже лучше Я учил сделать спаргалбу Так вот Сейчас надо читать вашу биографию Отлично То есть мне уже можно? Да Махни тогда Давай, мотор Работал BBDO маркетинг с момента учреждений с 90-го года, если не ошибаюсь Сначала как арт-директор, а с 93-го года творческий директор Абсолютно Они различаются, да? Арт-директор Да-да, я сейчас расскажу Участвовал в создании и работе креативного отдела BBDO Дизайн-студия отдела TV-продакшн Под его руководством создавалась куча разнообразных роликов, которые я даже помню с детства Мы вот общались до нашей программы в гримерке и поняли, что все знают И вспомнили только Pepsi Pager MTV Ну, этого достаточно, чтобы... Конечно Кроме этой рекламы было еще куча всего, да Брендами назвать не будем, их было миллион, потому что мы все просто не... Если мы будем называть все бренды, до конца программы, я думаю, что их не выставим У них денег не хватит, чтобы нам потом заплатить Абсолютно, да, это будет слишком дорогая программа Ну, все правильно, Хоббит сказал? Все правильно Я наконец-то вспомнил, чем я занимался последние 20 лет Мне это полезно ходить на нашу программу Да, начнем с самого начала Вот хотелось бы понять, Игорь Вот такой интересный человек Вот как получилось так, что все-таки вы столкнулись с рекламой? Как она стала вашим призванием? Ну, честно говоря, это произошло абсолютно случайно В детстве я никогда себе не думал, что можно заниматься рекламой, да Но рекламы как таковой не существовало Я помню, был магазин хлеб, молоко Который не нужно было рекламировать Да, там все было понятно Был белый хлеб и черный хлеб Все было достаточно просто, да И молоко было там одно, да Вариантов было немного Была одна колбаса И было мясо, да Но был еще аэрофлот Ну, кроме аэрофлота и чем-то другим летом Летать было нечем, поэтому рекламировать это тоже не надо было, вот Поэтому в рекламу, если честно, я попал случайно, но ничуть об этом не жалею То есть, в принципе, получается, что вы родились в то время, когда ничего рекламировать было не нужно, потому что рекламировать было нечего и так все покупали Ну так стоял очереди везде в основном Ну да, очереди Ну все-таки, просто мне кажется, что дети, когда маленькие бывают, опять же, я окунусь в детство Слышно, да Просто у детей же, ну бывает, что, например, у детей в детстве проявляются какие-то музыкальные способности, да Мальчик, не, не про тебя, сейчас про другого Мальчик начал петь в детстве, начал хорошо петь, и дальше родили, увидели, или учителя, и как-то это развили, и это превратилось, он теперь стал крутым каким-то оперным там пептом Ну да, что он послужил вот каким-то творческим толчком Да, для того, чтобы это как-то случилось Честно говоря, когда меня спрашивают, что меня привело в рекламу, я думаю, что это два момента Деньги Ну, один ты почти угадала, это любопытство и жадность, скажем так, да Любопытство, потому что мне всегда интересно что-то новое, пробовать, как это устроено, как это будет работать И какие-то странные, интересные новые вещи, с другой стороны, хотелось бы за это получать деньги Ну да, деньги, деньги, деньги Я, честно говоря, попробовал много профессий, у меня такая очень толстая трудовая книжка, вот, поэтому... То есть вы все время чему-то думаете? То есть вы все время чему-то думаете? Ну, прежде чем я нашел рекламу, вот это сочетание творчества нового и денег пришлось в какое-то время потратить На это ушли годы упорного труда То есть не зазорно, что я сейчас на автомойке работаю, да? Отлично, я считаю, неважно, как говорится, неважно, с чего вы начали, главное, куда вы дальше двигаетесь То есть можно сказать, что рекламщиками, в принципе, не рождаются со временем? Ну, в принципе, да, потому что первое поколение рекламщиков, это несостоявшиеся, я помню, музыканты У нас работал там, например, Алексей Кортнев Ничего себе Да, в свое время Что-то имело Он занимался рекламой Что-то имело Я сейчас частенько вижу в рекламу Да, а сейчас он уже вернулся с другой двери, да? Вопрос такой, мы просто с Хобитом являемся фанатом фильма «Звездные войны» Кати, насколько я знаю, нет Нет, я такое не смотрю Есть такая история в «Звездных войнах», что там джедаи, ну, может, вы знаете, джедаи, они умеют управлять вселенной То есть, есть определенная сила, которая руляет вселенной, и джедай эта сила умеет управлять Может быть, у рекламщиков есть что-то такое? Не может человек просто так взять и что-то начать рекламировать Ну, реклама тоже управляет в какой-то мере То есть, есть, может быть, какой-то внутренний какой-то силы, тот самый креатив, который должен присутствовать в человекле? Если у другого человека, например, равАнда Да, вот, Хоббит, порекламируй что-нибудь сейчас Right Вот, пожалуйста У Хоббита нету этого самого креатива, нету этой сила. А может быть, она присутствует вот в вас? Правильно, нет, реклама, да, реклама управляет, управляет вашими желаниями, да, скажем так, вашими мечтами, она их формирует, да, она формирует ваше будущее, формирует то, что вы будете покупать, то, что вы будете хотеть. Ну, а вот как вот так вот найти вот тот именно какой-то посыск, тот лозунг, чтобы вот управлять этими вот людьми массами? Да, реклама управляет рекламой, а как управлять рекламой? Мне кажется, первое, нужно иметь амбиции. Чтобы управлять чем-то, ты должен находить энергию. Большая часть энергии лежит в амбиции. Во-вторых, мне кажется, чтобы реализовать эти амбиции, нужна работоспособность, нужно много работать. Потому что реклама, с одной стороны, это достаточно веселое занятие, а с другой стороны... И я приходил, кстати, в рекламу. Когда я приходил в рекламу, мне всегда казалось, что вот сейчас я приду, мы будем сидеть в студии. Такие все раз придумали, и все. Да, будем сидеть на красивом диване, перед нами будет шампанское, красивые девчонки, белый лимузин, и я вот так же в белой рубашке. Ну, на самом деле, такое случается в нашей профессии, но это, наверное, меньше одного процента времени то, чем мы занимаемся. У вас надо просто время. Все остальное время... Да, на ряду, потому что все остальное время мы просто пашем. Вот так тупо что-то работаем, встречаемся, разговариваем, придумываем. То есть реклама тяжкий труд, все-таки. Реклама очень тяжелый труд. Поэтому труд, амбиции. Ну, я думаю, при этом надо любить людей, потому что ты делаешь рекламу для людей. Если ты их любишь, твоя энергия, она передается людям. И люди тебя любят, взаимно. Какие-то такие моменты, что вы хотели создать что-то одно, а получалось немножечко другое. А заказчик, точнее, говорил, что мы хотим что-то другое. Какие-то щекотливые ситуации. Это постоянно происходит. Хулиганить мне хочется постоянно. И щекотливые ситуации. Я продолжаю хулиганить. Как говорится. Не могу себе в этом отказать. Ну, детство, детство. Мы никак не можем расстаться с детством. Я продаю вернуться к хулиганству в рекламе чуть попозже. А сейчас, когда посмотрели все-таки первый рекламный ролик. Мы же все-таки собрались обсуждать рекламные ролики. Смотрели вместе с Игорем. И первый ролик будет как раз связан немножечко и с джедаями, и с рекламщиками. В общем, нелегкое детство рекламщиков. Назовем это так ролик. Нелегкое. Отличный ролик. Это я молодой. Да, это молодой. Именно это я хотел сказать. Вот оно и детство. Вот оно и детство, пожалуйста. Тяжелое. Ну, кстати, молодой Дарт Вейдер, это же Энакин Скайуокер. Ну, для тех, кто не знает мифологию. Я не знаю. Ну, вот, да. Мы потом посадим тебя перед телевизором. И заставим смотреть все части. Заставим смотреть. Девять часов ты будешь смотреть. Девять? Девять часов. В своей жизни я должна это увидеть. Вообще-то маленький Игорлут пытается управлять рекламой. В данный момент не за этого ролика. Сейчас Игорлут встань, то уйдет, мне кажется. Получилось. Нет? Мне нравится лицо мальчиков. Хотя его не видно за маской, но видно, что какое у него лицо под маской. Мне кажется, он его карлик играл, честно. Да, скорее всего. Ну, вот теперь вы поняли, какое тяжелое детство. Ну, все-таки, например, вы как человек, который создает рекламу и креативит по шкале, назовем его шкала Луца, сколько вы дали этому ролику по креативности? Нет, ну я считаю, что это шикарный ролик, потому что как раз он с огромной любовью к людям, да, и к маленьким Дарт Вейдерам, да. Поэтому, нет, мне очень нравится этот ролик. Он, кстати, победитель Каннского фестиваля. Я не помню, правда, какого года. О, ничего себе. Так что это один из лучших роликов. В мире. Кстати, в мире, да. Года два назад. У нас, конечно, не показывали, я так понимаю. Скорее всего. К сожалению, у нас не проходит. Цензура, такие хорошие ролики. У нас тает. Дарт Вейдер, он же раньше был хорошим, почему у нас все с звездной связано. Он же был хорошим, а потом пришел на темную сторону. У вас мало такого, что вы на темную сторону переходили и делали какой-то ролик, с которым вам стыдно? Духи захватывали. Нет, к сожалению, нет. Мы уже сегодня с ней что-нибудь. Давай попробуем. У нас еще впереди. У нас еще не вечер, как говорится. То есть даже не было такого момента, что к вам пришел заказчик, говорит, вот, я вам плачу 100 тысяч миллионов долларов евро, сделайте мне плохой рекламный ролик. Я жду этого заказчика и с надеждой. Это легче всего же. Тебе платят деньги, а ты не делаешь ничего. К сожалению, нет. Я сейчас... Я просто хочу спросить еще, кстати, Игорь, вот по поводу того, что существует цензура, табу, есть какие-то, может быть, какие-то подводные течения, какая-то запретная реклама или какие-то приемы, которые знают рекламисты. И вот, ну, в принципе, так, раз они там что-то посовещают, говорят, ну, сейчас мы сейчас все это все заделаем, пусть приходит кто-то там непонятно, ну, сейчас мы точно знаем, как этого человека так сделать. Вот какие табу, цензуры, вот кто это все, чем кто занимается? Ну, цензура как таковой. У нас есть закон о рекламе, и реклама должна быть создана согласно этому закону. Закон, если вы его нарушите, она просто не попадет на эфир, да, вот, как бы, и эфирные каналы отслеживают то, чтобы реклама, сделанная не по закону о рекламе, не попадала на эфир. Ну, то есть, получается, эфирные каналы этим занимаются, да, грубо говоря? Ну, как бы, да, и юристы на каналах за этим следят. Но, в принципе, рекламисты эти законы тоже знают, чтут и соблюдают. Если мы говорим о законах, да, есть законы жанра, есть законы, ну, там, как создать ролик, как продать что-то, да, ну, там есть много маленьких трюков, которыми... То есть вы живете просто прям согласно всем этим законам, да? Ну, конечно, оказывается, мы законопослушные... Авантюра нету никакой вот такой, что какая-то авантюра вдруг возникает, и вот вы как-то пытаетесь обойти там что-нибудь? Нет, ну, это называется вирусный маркетинг, да, но когда мы создаем какие-то или ролики, или события, которые вдруг взрываются и, там, потрясают аудиторию, аудитория сама их начинает распространять, да? Вирусный маркетинг. Но это тоже такие... ну, это сложная история, на самом деле, потому что никто не знает, как это работает, никаких законов там, на самом деле, нет. Да, нет. Это было интересно, наверное, да? Опять же, чуть позже разберем и вирусную рекламу, и маркетингу. Ну что, давайте посмотрим ещё один какой-нибудь ролик, который мне кажется почему-то, что, запрещённый. Мне кажется, что вот этого нельзя всем показывать, но сегодня нам, может быть, на самом деле, программе по рекламу, давайте посмотрим. Акробатические этюды. Ты что, попадаешь сейчас? Масл! 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 Мас! Масл! 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 Пилаш, баксов! Пилаш, баксов! Пилаш, баксов! Хорошо. Прогода попросил. Это как раз можно сделать. Одной только мышцы. Одной мышцы живота. Вот теперь вы видите, что с человеком можно сделать здоровый образ жизни, занятия спортом и хорошее средство гигиены. Отказ от курения еще, самое главное. И отказ от курения. Посмотрел, ну это все из-за рекламы, я же не просто так курю. Посмотрел этот человек, но мне кажется, чтобы стать как минимум таким накачанным, надо ходить в спортзал лет 10 и столько же еще в солярии приезжать, чтобы быть такого же света. Попробуй накачать его до такой степени, до которой накачан он. Если только снизу. По-другому не получится. Все-таки, не знаю, мы не видели этот ролик у нас по телевизору. Мне кажется, он супер креативный. Как вы считаете? Мне нравится там есть все, что мы хотели узнать про продукт. У меня там есть прекрасный персонаж. И это просто весело и приятно посмотреть. Вот я бы с удовольствием смотрел бы и смотрел бы и на самом деле бы покупил бы точно билет, если бы... Это чувак выставал. Так что вы работаете? Это чувак выставал. Это чувак выставал. Это чувак выставал. Да, абсолютно верно. Гатя, скажи пожалуйста, ты с точки зрения... Женщины. Женщины. Как относишься к черному ластерину? В целом. Черное ластерин не совсем мое, но парень был приятный. Как минимум. И мне кажется, он вот как-то вписывается вот в эту, кстати, концепцию вот этого Old Spice, да, это же он делает? Да, это Old Spice. То есть это просто вот так вот это вот делает. А что, мне жалко? Ладно, первый раз. Один раз. В этом и заключается секрет Луца. Нет. Ну там секретов никаких нет, но мне кажется, что... Ну, на самом деле, креативность и какая-то свежая идея, инновация, это всегда удача, это всегда лотерея, да. И поэтому, ну вот, ребята выиграли в эту лотерею. В этот раз. Им повезло. А иногда и, как правило, часто это не получается. По многим причинам. То есть невозможно выиграть в лотерею? Ну, да, невозможно. Ну окей, хорошо. Невозможно выиграть в лотерею постоянно, к сожалению. А хотелось бы, правда? У меня друг, кстати, выиграл один раз. Один раз. Сколько раз играл? Один раз. Просто выиграл, но у тебя не дели. Будешь, как я говорил, русское лото раньше? Он реально выиграл кучу денег и купил себе машину. Но потом у нее украли его, поэтому все в порядке. Я ушел. Вселенная доволенна. Он все взял. Есть вопросы, а вот какую самую жесткую рекламу вы видели вообще в своей жизни? Может, сейчас вспомните такое? Давайте не будем об этом. Слушайте, вот Катерина начала говорить про хулиганство, да? Опять же таки, я более чем уверен, что у Игоря живла такая ситуация, да? Что он... Ты меня смотришь, ты спрошу у Игоря. Была у Игоря такая ситуация больше? Как будто я из номера Игоря в Котечестве. Бывали у вас с Игоря такая ситуация? Нет. Вот ты спрашиваешь, какая была у Игоря ситуация? Спрошу меня. Я с Игорем знаком, вот так и ты, в принципе. Хорошо, ладно. Была ли такая ситуация, что все-таки вы сидели, придумали, придумали что-то такое, понимали, что это очень круто, но это не пропустит. Да это каждый день происходит. Конечно. Как это и есть вот эти табу, да, какие-то? Конечно. Ну, конечно же. Ну, мы каждый день ходим по улицам, хотим что-то такое совершить, но не совершаем же. Да. Правда? Это человеческая природа. Это человеческая природа такова. Узнал. Теперь это что у вас было? Ну, я тоже работал танцором-попрошайкой. Я что-то поняла, я что-то не поняла. Мы просто скульцовываем во все тяпкие сериалы. Знаешь, такие? Ну, все-таки, так или иначе, я забыл. Так или иначе, я забыл. Мысль ушла. Короче, присоединяйся. Я смотрел. Хорошо, ладно, раздеваемся. Так или иначе, да. Мы говорили правду. Нет. Про жесткую рекламу вы говорили. То есть, эти ролики не проходят какое-то табу, да? Там, цензура, о которой мы говорим и так далее, которое запрещено. Внутреннюю цензуру. Внутреннюю цензуру. Ну, так или иначе, хочется их снять. Может быть, они тогда уходят куда-то там на фестивали, да? Там же бывает какая-то реклама, которую не показывают в широкой публике, по телевизору. Ну, редко. Редко, но бывает. Ну, там ее можно все-таки. Ну, в сети, наверное, можно найти все что угодно. В сети, конечно, да. Да? Они закрывают маленькую черную комнату, такой смотрит. Самый делает, не будь. Только одну есть. Где пожрать и порнушку. В принципе, это как раз нормально, я считаю. Да. Вы разделяете. Тогда нужно по телевизору показывать, я всегда говорил. Я предлагаю сейчас посмотреть это. Просто мне кажется, что, например, самая жесткая реклама, это реклама почему-то японская. Потому что японцы... Мы вот смотрели, сколько искать обедчики в интернете искали. Чак очень что-то любят странные какие-то японскую такую рекламу. Ну, они что ж жидаи. Они самураи, кстати. Поэтому они... Ну, они могли себе ханагири сделать, поэтому у них вот... Не, у них какая-то... И вы смотришь, прям и кровь из глаз идет. Кровь из глаз? Бывает. Мы, конечно, сегодня такого показывать не будем. Мы тоже нашли парочку... Точнее, один японский ролик. Может быть, он не самый жесткий, не самый запрещенный. Ну, самый японский. К сожалению. Как вам хотелось бы. Да, вот я вижу. Ну, мы давайте его посмотрим, конечно. Давай, сказал. Вот, пожалуйста, вот так вот. Ну, я уже не знаю. Ладно, хорошо. Под кадром. Ни уже можно. Ни уже можно сюда. А ты будешь? Как же нужно еще больше? Котца, а японцы... Японцы нет еще... Кто? У нас есть и тара сникас! Вот там? Та! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 форму. До того момента, когда он начал есть бургеры. Вот это так сделать? Это да. Невероятная способность. Я просто дал лоб, не обедал. Не смотри. Ничего лишнего. Тебе все равно не достанется. Там еще пицца. Там где-то пицца была. С артишот или нет. Все время смотрел такую рекламу и задались вопросом, что в голове было у человека, который ее придумал. Не знаю, сможет ли Игорь ответить на этот вопрос. Что сложнее всего рекламировать? Мне кажется, когда человек хочет есть, то это даже не надо рекламировать какой-то бургер-кинг. А что вообще сложнее всего рекламировать? Какие-то вещи, которые не надо. Легче, что-то проще. Образы какие-то, я не знаю. Как ты уже сказал, реклама не простая профессия. Сделать хорошую рекламу очень непросто. Даже сделать рекламу непросто. А сделать хорошую рекламу очень непросто. Поэтому, что сложнее рекламировать? Ну, тут сложно сказать. Потому что реклама меняется. Ну, я думаю, что сложнее все-таки рекламировать... То, что рекламировать невозможно. Это же носки уже. Женские средства гигиены. Я думаю, что сложнее рекламировать новые, например, гаджеты, инновационные какие-то вещи. Потому что те люди, которые их покупают, они уже мыслят по-другому. И часто я уже не успеваю. Ну да, я согласен. Как хоббит принимает решение. И что ему такое сказать, чтобы он мне поверил. И пил то, чего ты еще никогда не видел. То есть новизна продукта здесь... Ну да, здесь еще надо обучить человека, объяснить. То есть всегда какие-то новые вещи сложные. Хотя я помню, мы... Ну, как бы, так как я давно в этой профессии, я помню, как мы учили людей жевать жевательную резинку, пользоваться, извините, компонами. Ну, как бы, все это... Ну, как бы, эта индустрия прошла. Это прошел и рынок. Это прошел наш потребитель. Но сейчас мы научим, слава богу, другому. Да, сейчас просто такая открытость. Новым гаджетам, айфонам. Мне кажется, айфон вообще рекламирует вообще айфон сейчас, как бы, в принципе. Да, я могу сейчас. По-моему, это какой бренд, ему даже реклама... Ну, вот это новые тренды, когда уже сам продукт себя рекламирует. Себя рекламирует, да. У нас всегда возникает вопрос, да, например, ты видишь рекламу, там, у того же, там, господи, Сникерса, черт с ним. Зачем его рекламировать? Зачем его рекламировать? Потому что все знают, что сквозь Сникерс, и его едят все... Нет, это просто существует какая-то такая открытость на генетическом уровне. То есть мы все вот пользуемся социальными сетями, там, да, мы там рекламу снимаем, там, что-то, и это как какая-то тоже реклама получается. Я сегодня съел на обед вот это, и вот... Это называется социал-маркетинг. Про себя рекламирует. Социальный маркетинг, да. Социальный маркетинг, да. Ну, реклама, на самом деле, она вот тоже быстро меняется. То, что мы сегодня смотрим, это я... Ну, как бы, это мое персональное мнение, это реклама уже прошлого века. Ну, это да, это да. Ну, это я выберу просто. Мы уже начали с... 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 Вот примерно это... Реклама уже это прошла. Ну, то есть, все-таки, несмотря на то, что покупается продукт, если там этот Бургер Кинг закупает пачками, едят эти бургеры, все равно нужно продолжать рекламировать, да? Нельзя остановиться какой-то точкой. Здесь, мне кажется, такой вопрос яйца и курицы, да. Я думаю, что если остановиться рекламировать, в какой-то момент его перестанут. То есть, все равно нужно рекламировать то, что и так все знают, правильно? Они все знают, потому что оно рекламировано. Потому что оно рекламировано. А вот заключается в этом. Человек ничего совершенно этого не понимает, что задаешь какие-то вопросы, которые... Это шпуга с группой. Конечно, мы для этого и собрались. Хорошо, тогда такой вопрос, который не относится к теме, походу, вообще. Ремонт был. Ремонт, я шучу. Я могу тебя спросить. А вот, получается, что любой продукт можно продать, если его рекламируете, хорошо? Если хорошо. Ну, на самом деле... Ну, если какую-то фигню я сделал, например, что склею сейчас и... Как всегда. Нет ничего... Ну, на самом деле, как говорят рекламисты, нет ничего худшего для плохого продукта, чем хорошая реклама. Потому что ты заставишь человека купить этот продукт один раз, он его попробует и второй раз покупает. А, все, и второй раз... Второй раз будет покупать. Потому что одной рекламы недостаточно. У вас должен быть классный продукт, который в идеале не нуждается в рекламе. В рекламе, да. А вы сами покупаете продукты? Реще, которое рекламируете? Да, которые рекламируете. Да. У меня есть мебель за киа. У меня есть мебель за киа. Да, у меня есть мебель за киа. Вот, видишь? Я говорил, что у меня есть мебель за киа. Ну, дайте друг другу. Нет, нет, но на самом деле... Вы уже дали какой-то другой ответ, да? С моей точки зрения, и киа это больше, чем мебель. Да, и киа это философия, ну, как бы, это философия. Вот она реклама. Это почти как джедая. Я считаю, что товарищ Кампорт, который создал этот бренд, он вообще, на самом деле, очень крутой джедай. Да, он реальный джедай, и он, ну, как бы... Нельзя найти... Много людей, кто создает мебель, но... Это один из немногих, который создал огромный бренд, огромный бизнес, миллиардный бизнес. Я просто думал, что занимаюсь и киа, я весь дом себе и киа заставил. Думал, вот интерес. Все это благодаря вам. Не просто не благодаря вам. Да, я тебя поцелую. Хобби-то уже 2.1, 2.0. Ну, кстати, вот делать рекламу, наверное, это очень нервная работа. Вот какие-то... Было такое нервное напряжение, когда хотелось там как-то уничтожить всех, и самоуничтожиться, вот что-то вот такие, какие-то прям моменты вот того, что... Нет, реклама, конечно, нервная, потому что ты всегда находишься в зоне стресса, в зоне неопределенности, все происходит очень-очень быстро, тебе надо придумать что-то, что никто до этого никогда не придумал, и понять что-то такое, что никто никогда не видел, и сделать такое, чтобы... Да, клиент приходит и говорит, а ты уверен, что продастся мой продукт? А как ты можешь быть уверен, пока ты не попробуешь? Да, да. То есть, грубо говоря, ты должен научиться принимать на себя риски. Ну, на самом деле, я думаю, что это было сложно первые 10 лет. Дальше как-то... Я уже как хирург, который постоянно режет... И всех морг! Это потихоньку... Ну, как бы, руки перестают дрожать. Поэтому сегодня у меня руки не дрожат. Ну, опять же таки, авторитет его же... Ну, авторитет... Ну, да. Люди же понимают, кому они тут за рекламой. Ну, да. Главное, если твои пациенты постоянно не умирают, значит, все в порядке. Ну, да. Да, у нас хорошие бренды, которые растут, развиваются и становятся еще лучше, больше. Ну, на этой хорошей ноте я предлагаю посмотреть еще один рекламный ролик. Опять же таки, креативный, в котором люди танцуют. И это вирусный маркетинг. Отличный, кстати, его пример. Ливерпуль, Street Station, 11 утра. Казанский вокзал. У нас, кстати, в 11 утра происходит гораздо страшнее. В Казанском тем более. Можно рядом поставить ролик, типа, Казанский вокзал или Ливерпуль, реально? У-у-у! Танцуйте. Да, но это очень популярная тема в последнее время, да? Флешмоб, которым я от последнего мира заболел. И каждый, я не знаю, каждый второй пытается снять себе что-то подобное, да? Ну, это такая тоже вот тема социального маркетинга, да, можно сказать. Потому что это продукт, созданный брендом, да, и он был подхвачен аудиторией, он был, во-первых, разослан в огромном количестве, да, сами зрители, потребители пересылали его друг другу, да, тем самым распространяя весь информацию о бренде, да, и второе, на него было снято огромное количество там пародий, ответов, да, ремейков, да, самими уже потребители, да, если открыть вот эти флешмоб-данс, да, то есть он найдет огромное количество флешмоб-дансов. То есть вы хотите сказать, что это первый флешмоб-данс, который... Ну, это не первый флешмоб-данс, но это флешмоб-данс, который вот так неплохо сделал. Катя, наши танцы пошли. Я сижу, я уже усталкиваюсь, я уже танцевала. Так что же тебя держит? Ну, мне кажется, если бы я тоже оказался на вокзале, то начал бы танцевать. Ну, я не знаю. За деньги. Подходит ли, например, к нашим российским реалям вот такие вот вещи? Почему нет? Да, думаю, нашими также начали там на вокзале. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Ну, я-то человек раскрепощенный, я бы танцевала, да? Ну, у нас режимный объект, да? Мне кажется, вы все потом в отделении его увезли, выписали бы штраф по тысяче рублей за хулиганское поведение вообще в самом месте. То есть, с другой стороны, если бы включили черные глаза на казах, все танцевали. Лиз Гибрич хорошо идет. Лиз Гибрич хорошо идет. Как говорят. Какой-нибудь там... Севка от мобайл. Есть же там какая-то файл. Нет, восьмом бы, конечно... Ну, сейчас, мне кажется, эта история уже отмирает. Да, она немножко уходит. Ну, кажется, восьмом уже... Нет, как бы танцами точно никого не удивишь, мне кажется, уже сейчас, честно. Нет, ну, ребят, как бы, медийные какие-то продукты, как и продукты в реальной жизни, они быстро... Ну, еще гораздо быстрее, чем реальные продукты. Аудитория именно насыщается, требует что-то нового, новых идей. Опять вопрос о стрессе, да? Вот ты должен быть все время немножко впереди индустрии, на острие, понимать, что происходит в медийном пространстве, что прикалывает людей, что их торкает, ну, и уметь этим пользоваться. А вот это вот, например... Это вирусный же был вариант. Это, по-моему, вирусная реклама? Двух- или трехлетней давности. Да, получается, что вирусная реклама – это как потомок сарафанного радио. То есть, вот, вообще, в принципе... Ну да, если интернет раньше делал, то все вообще рассказывали о том, что... Ну, все правильно, сарафанное радио просто уже помноженное на современные технологии и медийные платформы, скажем так. А вот реклама будущего, какая она может быть? Что дальше? Флэш-мобы отмирают, да, опять же таки? Что уходит, что приходит? Мое мнение, что реклама... Реклама в будущем будет незаметна. Вы не будете знать, что это реклама. Она... Ну, она и сейчас уже превращается в контент. Да, вот сейчас это... Упрощается, что ли, как-то? Ну, она превращается... Вы просто смотрите на что-то и не понимаете, реклама – это или не реклама, да? Ну да, здесь же нет никаких ни логотипов, ничего в этом ролике. Это был бэкшот, а так... Ну, реклама... И потом она будет... Мне кажется, она точно не будет прерывать ваше внимание. Это употребляет легко и естественно. Как воздух, да? Даже в небо фантастов, знаете, когда спишь, а тебе... Ну, примерно... Мы идем к этому очень быстрыми шагами. Поверьте мне. Сейчас же вы слышали эту историю? Немцы придумали. Едешь в электричке, прислонился к стеклу, а тебе... Прям через стекло. Ты что, серьезно? Да, я не знал. Я не знал. Ты прислонился заснуть и тебе во время сна через стекло начинает внедрять. Ну, там прям жалобы подавали. Нет, но технологии очень много могут, поверьте мне. Технологии очень много про вас знают, помнят, умеют, воспринимают и учатся очень быстро-быстро-быстро-быстро. Поэтому я уверен, что вы будете употреблять рекламу, даже не задумываясь. То есть, получается, она менее технологична будет или наоборот более технологична? Она будет очень технологична, она будет не за... То есть... Ребятку тебе в школе сделала, а ты пошел с уникой и сказал, зачем? Непонятно. Но кроме того, реклама будет предлагать... Она не будет предлагать, да? Вы будете подумать о каком-то продукте, он будет уже перед вами. Да? Или там. Раз. Вы перед вами его захотите. В тот момент, когда... Ты какой-то ролик нам показывал сегодня? И денежки за счетов... И денежки за счетов автоматом спишутся. Сегодня ролик? Смотри, что про будущее точно. Это же не просто так... Ну, про будущее, наверное, да. Кстати, реклама-то она может быть скоро космической и межгалактической. Мегалактической. Да, да. Кстати, вот эта интересная реклама. Реклама Рэдбула, да? Да, да. Когда там... Откуда они запускают... Из стратосферы прыгал человек, да? Да, да. Живого человека... Красиво, живенько. Давайте посмотрим, да. Давайте посмотрим на этого храбреца. Рэдбул в стратосфере, одним словом. Сколько нужно было Рэдбул выпить, чтобы на такое пойти? Я бы не смог. На всякий случай надо было потратить 30 миллионов. Эта программа стоила 30 миллионов долларов. Все-таки 30 миллионов долларов минимальная. Тебе с вышки прыгать в стройку. Я въезжаю в стройку. Ты пошел бы сразу купил Рэдбул после этого? Нет, ну это уникальный. На самом деле это уникальный человек. И... Я даже могу про него рассказать. Да, расскажи немножко. Реклама Земли. 14 октября 2012 года. Баумгарднер, Феликс, если я не могу сказать, поднялся на высоту 39 километров в стратосферу над Розово в Нью-Мексико на воздушном шаре на полном геле и совершил свободное падение в скафандре на землю. Во время прыжка Баумгарднер преодолел звуковой барьер, стал первым человеком, сделавшим это без двигателя. Вот так вот скоро будет. Не просто? Но все-таки это какой-то симбиоз рекламы и рекорды Гиннесса или нет? Абсолютно. Но это на самом деле Рэдбул показывает возможность, какого может быть рекламы, когда Рэдбул, производитель энергетического напитка, фактически становится медийным каналом. Вот этот ролик, по-моему, если я не ошибаюсь, посмотрел... Восемь миллионов еще в этот момент. Восемь миллионов человек и на вложенные 30 миллионов они получили сотни миллионов медийных просмотров, медийных денег. Да? Если оценивать вот эти просмотры в деньгах, они там много раз отбили своего... То есть люди прям посмотрели и пошли покупать деньги? Ну, на самом деле, Рэдбул... Ну, с моей точки зрения, это очень интересная компания, потому что Рэдбул производит очень много интересного контента, который распространяет, его с удовольствием ставят на каналы, и они себя так продвигают. Тем более, мне кажется, даже не скучно... Так это уже отдельная красивая история, да? Ну, они поддерживают экстремальщиков, экстремальные виды спорта. Ну, то есть, кстати, если мы хотим посмотреть какие-то экстремальные... какой-то контент про экстремальные виды спорта, вот Рэдбул — это просто прекрасный канал, где вы можете увидеть очень много интересного. Вы хотели бы, чтобы, например, эта реклама была бы снята именно вами лично? Ну, на самом деле, да. Если бы я сделал этот проект, я мог бы спокойно закончить с рекламой. То есть, вы, в принципе, идёте к какому-то определённому моменту, который, да? Вы закончите после какого-то суперпроекта заниматься рекламой? Или в чём? Нет, ну, на самом деле, хотелось бы в жизни совершить хотя бы один суперпроект. Тогда можно успокоиться, да? Нет, ну, по крайней мере, я бы чувствовал себя спокойно. А может, у вас уже есть суперпроект? Не знаю, но всегда кажется, что самый... Суперпроект ещё впереди. Вот ты же знакома с творчеством. Я думаю, что в любом увидел хотя бы один суперпроект в истории рекламы, созданный Игорь Нут. Нет, ну, мне кажется, у Игоря всё впереди. Потому что вот если человек до сих пор не чувствует, что он какой-то совершил, значит, есть творческий какой-то потенциал, который сидит внутри человека. Ну, то есть, да? И поэтому говорить, что вот Игорь что-то сделал, какой-то суперпроект, если он сам такого не считает, значит, это всё впереди. Потому что у людей бывает там нарастающее. То есть, некоторые люди, они там в свои 20-е годы, там, в 30-е, они как-то вот набирают сил, вот, допустим, взять каких-то известных режиссёров свой среди чужих, чужой среди своих. То есть, это шедевр, да? А что было потом, это вот неизвестно что. А вот у людей наоборот, то есть, у них в 20-30 лет, они как-то ещё не могут расправить крылья, а вот потом приходит вдохновение, и люди... В 20-30 лет я только в рекламу в 30 лет. Вот, ну, тем более, да. То есть, получается, что набирают силы, и впереди они вот чувствуют, что вот я ещё не сделал. Действительно, вот, да. Вот я бы хотел прыгнуть из космоса, это круто, я считаю. Ну, вот. Свети. Можешь ещё впереди. На самом деле, большой плюс в том, что если Игорь Луц думает, что он не снял, как бы, ещё крутой ролик, а он в это время уже снял, значит, он будет до тех пор думать и снимать крутые ролики тоже, как бы, в принципе, нормальное дело. Я надеюсь, что это будет не ролик, но что-то какой-то крутой проект. Проект, да. Я надеюсь, что впереди. Я просто, как любитель юборолики, у меня всё просто, пожалуйста. Да и накатается на роликах всё время на парке побед. Одни руки в голове. Ну, например, сейчас вы занимаетесь до сих пор рекламой? Или вам хочется уже, может быть, надоело? Хочется заняться чем-то? Ну, я как бы… Ещё? Ну… Рыбная блога? Никто не знает, да. Всё впереди. Большой мир меняется, реклама, индустрия. Ну, на самом деле, сейчас я не очень люблю слово «реклама», потому что реклама… Ну, то есть, большинство, когда ты говоришь «рекламу», понимает ролики, да. С моей точки зрения рекламы, мне большее слово нравится коммуникация, потому что вопрос рассказать о продукте так, чтобы его купили, да. Сегодня можно рассказывать не только про продукты, а можно рассказывать про гаджеты, да. Чтобы вы купили, да. А сейчас уже начинаются, появляются виртуальные продукты, да. Если мы рекламируем там социальные сети, что это? Ну, как? Ну, да. Да, это… Так, да. То есть, поэтому… В этом много чего интересно. В коммуникации много чего интересно. В коммерческой коммуникации, кроме много чего интересного, есть ещё много денег. Поэтому то, с чего мы начали, жадность и любопытство всё ещё впереди, мне кажется. Ну, можно подвести и в том, но всё всего. Нет, ну подожди. Quality, value, style, service, selection, convenience, economy, savings, performance, experience, hospitality, low rates, friendly prices, money-back guarantee, free installation. Это всё про рекламу. Это всё про рекламу. Ну, хотелось бы узнать, вот Игорь, какие у вас творческие планы и чем вы вообще собираетесь сейчас заниматься? То есть, что-то уже, наверное, вот подумали, какой-то есть креатив внутри, который неисчерпываемый… Нет, ну, на самом деле, прелесть… Мне кажется, прелесть в сегодняшней ситуации, я не знаю, чем я собираюсь заниматься, чтобы быть завтра. И мне дико это нравится. Вы знаете, сейчас, здесь и сегодня. И сегодня, да, и мне это очень нравится. Спасибо за компанию. Спасибо большое. Я был Игорь Луцкий, у нас здесь на фокус-группе. Отличный впечатленник, гигант рекламной мысли, супер-креативщик, человек, у которого есть жадность, СМЕХ Есть любознательность и плюс еще, конечно, есть неизведанное, к чему мы все и стремимся. Это третий, я думаю, элемент успеха. Я думаю, все будет классно. Удачи вам, спасибо вам большое, что просимы еще вам. Это была фокус-группа телеканал О2. С вами был Хоббит, Катя и Чак. Все, пока, увидимся. Отлично, Владея, с вами не говорится. Смотреть фокус-группой ваши волосы будут мягкими и шелкались, как у меня. СМЕХ Спасибо большое, очень классно. Ну вот, все хорошо, да, классно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!